Великого Пятикнижия Великого Пятикнижия Вот эти рукописи, они как бы немножко раскрывают историю создания этого романа. В одной из витрин лежит небольшой клочок бумаги из записной книжки. Если вы внимательно к нему присмотритесь, то поймете, что именно из него вырос целый роман. На нем Федор Михайлович набросал план романа «Пьяненькие». Этим произведением Достоевский хотел показать униженных и оскорбленных людей, которые как бы выброшены за борт жизни. В центре действия был Семен Мармеладов. С него начинался роман. Но не случайно рядом в витрине находится тетрадь с интересными набросками и зарисовками. Это тетрадь, где он набрасывает уже другой план. И письмо, которое он пишет издателю Каткову, где говорит, что все-таки роман будет в центре романа, будет молодой человек, который заражен идеями 60-х годов по реформенной России, который не находит своего места в окружающей действительности, в тех событиях, которые происходят в это время в России. Но, несомненно, незаурядный молодой человек, студент, несомненно, одаренный, с очень глубоким подходом к жизни. В романе главный герой Раскольников. Но другим не менее важным героем становится город Петербург. Он оказывает влияние и на развитие сюжета, и на мысли героев, и на их поступки. В романе действия происходят в тех районах города, которые в середине XIX века заселялись бедным людям. Город на выставке воплощен по большей части в рисунках петербургского художника Бориса Костыгова. Художник долгие годы изучал Петербург Достоевского и даже принимал участие в разработке экскурсий. А вот здесь вы даже видите карта, разработанная тоже Борисом Костыговым, и расшифровка, обозначенные под цифрами дома, которые Достоевский описал в своем романе. Внимательный исследователь карты может совершить виртуальную экскурсию по Петербургу Достоевского. Многие дома, изображенные на карте, сохранились до наших дней. И даже до сих пор стоит дом под номером 17, где жил Раскольников. Конечно, читая роман, всегда интересно узнать, кто был прототипом главных героев. Если Раскольников – образ собирательный, об этом писал и сам автор, то прототипами других героев были знакомы и Достоевского. Исследователи считают, что прототипом Дуни Раскольниковой, сестры главного героя, была Аполлинария Суслова, возлюбленная Федора Михайловича. На выставке представлен ее портрет. Экспозиция построена как своеобразный комментарий к тексту произведения, который посетитель может прочитать, следуя за изображениями и цитатами, отмечающими основные моменты в развитии романа. Ирина Антонова, Новости Олправда ТВ.